ребят всем привет я сейчас в японии у нас будет серия коротких видео всяких разных познавательных попытаемся прорваться на аукцион сейчас мы у наших партнеров на стояночке сделаю несколько обзоров на интересную технику я уверен что не многие из вас видели такое может быть и вообще мало кто видел а может вообще не видели в общем будет интересно будет очень много познавательных роликов делаем короткие чтобы было интересно и не занудно смотреть все пойдем так вот первое у нас на обзоре будет это снежная пушка очень интересный экземпляр по называется орека модель м а g01 снова making system идеальнейшее состояние она получается у нас на гусеничном шасси наработка что-то порядка на счетчике 88 часов в принципе по состоянию гусениц и общему состоянию может быть действительно правда то есть состояние гусениц гуски как новые причем не тресканы очень хорошие полностью автономная то есть для производства снега вам нужно только подача воды вот подается вода все остальное она делает сама сейчас покажу техническую составляющую по открываем капот и покажу как все устроено вот сюда подается вода вентилятор вентилятор электрического привода то есть здесь еще стоит генератор электрический двигатель дизельный четырехцилиндровый в общем сейчас все капоты по задираю все покажу достаточно большая по производительности сейчас не скажу надо смотреть ну кому интересно можете сами в google или в яндексе набрать модельку и посмотреть ну то есть она достаточно большая итак что у нас внутри дизельный двигатель ну я не нашел маркировку но судя по опыту двигатель mitsubishi для спецтехники с 4 очень похожим на него скорее всего так и есть четыре цилиндра как я и говорил дизель ну по лошадям обычно 28 27 28 лошадей этот двигатель имеет бак с гидравликой опять же стрижекая чистая гидравлика прям как водичка прозрачная отдельное охлаждение у нас идет на гидравлику прям большой нас радиатор идет с вентилятором электрический привод два аккумулятора стоит перемычка соответственно 24 вольта бортовая сеть тут получается управление на генератор собственно вот сам генератор приводится он движение сейчас глянем компрессор стоит компрессор честно не знаю для чего стоит то есть электрический мотор приводит его в движение блин для чего я честно не специалист снеговых пушках так что у нас там стоит ну да вот у нас стоит между двигателем и гидравлическим насосом вал отбора мощности который приводит в движение генератора дальше стоит гидронасос аксиально-поршневой и он уже приводит в действие гидравлику то есть я так понимаю это ход это поворот у нас самой пушки давайте попробуем что завести сразу включается вот у нас вращение пушки также гидравликой производится то есть абсолютно рабочая все состояние нового это уже управление я так понимаю самой пушкой потому что не полностью электрическая вот такой вот аппарат имеется у нас на стоянке в японии привезти мы можем без проблем цена будет полтора миллиона рублей во владивостоке поэтому кому нужно сейчас как раз сезон начинается горнолыжный цена довольно демократичная для такой установки на обычные новые китайские которые просто на три ноги стоят мне кажется цена от миллиона начинается да раз мы уж рядышком хочу показать еще несколько единиц это камазу PC38 и U3 на резиновом ходу самая главная изюминка этого камаза стрела телескоп то есть она раздвигается по виду должно где-то в районе метра метр метр двадцать удлиняться стрела точных данных нет ну я так немного тестировал этот экскаватор смотрите ну стрела под перебор то есть пальцы втулки менять люфтики есть в остальном все абсолютно рабочие гидравлика рабочая дизелек тоже все идеально заводится давайте продемонстрирую как у нас телескоп работает насколько удлиняется вот сейчас примерно так скажу вам на вскидку а ну все собственно ну нет по виду я бы сказал сантиметров 80 он удлиняется все плавненько работает не дергается ничего не гнутая не ломаная все целое но опять же видите у стрелы робот есть свои нюансы то есть стрела во-первых длинная во-вторых она более тяжелая чем стрела стандартная а за счет этого идет повышенный износ то есть повышенная нагрузка и эти пальцы втулки они изнашиваются быстрее поэтому при его наработке в принципе здесь плохо видно я вам так скажу где наработка 3100 моточасов то есть где-то экскаватор стоял пусто от солнца выгорело сидение то есть оно не протерто просто ну где-то стоял чуть подржавел то есть кому нужно именно не хватает денег на на крафе но опять же смотрите гуски новые гуски японец менял перед продажей уж то видите еще полосочки не стерты что тоже огромный плюс по низу ну какой-то прям супер гнили я не вижу то есть ничего влияющего на эксплуатацию плохого здесь нет в общем команду этот пока свободной продажи стоимость будет во владивостоке 1 миллион 300 тысяч рублей если кому интересен также звоните резервируйте привезем тут вот прямо на за забором порт буквально 100 метров до парома загрузить и отправить во владивосток также инмар b4 есть b46 понятно техника был плюс не проходила какую-то предпродажную подготовку мойку покраску выглядит выглядит как выглядит любой экскаватор настройки также по стреле смотрел люфтики присутствуют поэтому кому под работу у кого не хватает денег примеру на готовый вариант который уже но опять же готовый мы же не знаем да как его кто и как его готовил просто подварил пальцы и забил кувалда либо действительно хорошо делали поэтому а ну видите вот еще есть такой вот минус но цена цена данного экскаватора будет во владивостоке также 1 миллион 300 тысяч рублей то есть можете посмотреть сколько такие инмары b4 стоят во владике в наличии и как бы понять что смысл заморочиться есть если нужен себе под работу экскаватор также полностью именно гидравлика и дизель все абсолютно рабочие джойстик надо поднять все заводной поэтому кому интересен также можете обращаться пока он в наличии пойдемте дальше посмотрим что у нас есть тут часть техники партнерская часть техники нашей вот их и десяточка мне кажется в инстаграме выкладывал его скоро поедет к нам во владивосток будет свободной продажи у нас вот такая пожарная машина 8 на 8 8 в.д. просто огромная работала в аэропорту по пожаркам сделаю отдельный обзор их три штучки здесь есть прям очень интересная техника это отдельно у нас будет видео кстати вот экскаватор 530 мр 2 прямая стрела гидроразводка гуски сталь с накладками причем гусочки смотрите состояние вообще идеал также он также пока свободной продажи давайте попробуем аккумулятор севший не заведен ну да ладно также свободной продажи по стоимости по стоимости по стоимости спрашивайте честно говоря не помню кому интересно задавайте ответим скажем конечную стоимость во владе это вот наш экскаватор тоже у нас инстаграме был куботка новая 2021 год четвертый месяц с наработкой 90 часов по моему кондиционер все дела тоже скоро отправится во владивосток ну человек там у нас хочет ее зарезервировать но денег пока не давал поэтому свободная продажа цена насколько помню 3 миллиона двести но могу ошибаться также у них стоит сейчас ковш планировочный и родной штатный ковш в придачу идет он новый даже краска еще не стерта ну у экскаватора 91 минуты час в принципе так и должно быть ну давайте салончик покажу ребят подписывайтесь на наши соцсети телеграм инстаграм потому что все это уже там выкладывалось причем давно вот так это все выглядит ключи то есть мастер кей основной ключик печку выключим мало топлива вот наработка 92 моточаса просто новый что-то у нас радио да стоит есть радио кондиционер в принципе все что можно поставить все стоит 2021 год четвертый месяц смена управления с европейского на азиатская либо наоборот вот там у нас стоят инмарчики также в соцсетях у нас в инстаграме телеграме был пост про них 6 штук за раз покупали один куплен на заказ остальные пять свободной продажи цена насколько я помню миллион триста пятьдесят за любой по приходу тут есть B33 B35 есть модель очень удачная у инмара получилась прям народная очень сильно ее уважают эту модельку поэтому кому надо также трехтонник с роботом в идеальном состоянии наработки там от 1000 до 4 у одного по 4 у остальных там две в районе двух тысяч наработки поэтому кому надо также обращайтесь пока все в свободной продаже ну думаю для одного ролика пока достаточно чтоб вам не было долго смотреть чтоб видео было не занудно дальше отснимем уже отдельный материал всем пока